Добрый день, дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что у меня в этом году появился карабин Тигр, короткий складной приклад, и я базовал этот проект СВД-С. Но мои близкие друзья у меня спрашивают, Саня, да как ты можешь называть этот карабин СВД? Ведь это же далеко не СВД. Ушли в историю, вспомнили то, что именно первые СВД были с 320 твистом, а не когда идут сейчас с 240, а здесь именно 320. То есть по стволу в принципе это та же самая, та первая, да, СВД. То есть в принципе она, ну внешность у нее та же, детали все те же, но у меня тут стоят сошки, какой-то кронштейн, какая-то крутая оптика уже, да, ну относительно, да, крутая. То есть в принципе это уже не СВД. Как стреляет данный карабин с этим прицелом, мы уже знаем. Мы это отстреливали на прошлой неделе, и это видео вы смотрели тоже на прошлой неделе. То есть мы теперь знаем, то что в принципе может и меньше минуты, но до двух минут он стреляет стабильно. Вот, то есть это с вот этим, скажем так, опять же модным дорогущим прицелом. Но опять же мне, как вот я говорю, мои друзья говорят то, что это не СВД. Ну во-первых, как я уже говорил, ребята стреляют без сошек, с мешка, но я хочу опять же этих людей, кто мне это говорит, расстроить то, что сейчас многие снайпера ставят там подобные уже лапки и сошки. То есть в принципе так же и стреляют. То есть получается у меня здесь не настоящая, не СВДшная, только оптика и патрон. Ну с патроном, друзья, извините меня, я не могу его найти именно в военной. Это статья. Поэтому стреляем тем, что имеем. Но это тот же самый калибр. И если взять любой из этих патронов и засунуть в СВД, СВД настоящая стрельнет. А значит, чтобы этот карабин полностью скопировал СВД, на нем нужно просто поменять прицел, поставить ПСО-1. И как раз таки это видео про это и есть. Про прицел ПСО-1. Вот это прям настоящий снайперский прицел ПСО-1. Вот я прям сейчас вот вытащу его. Вот он смотрите какой. Это не какой-то там новодел. Это вот реально. Человек, мой хороший знакомый, да, он с ним ездил в командировке. То есть это вот прям, смотрите, то есть он прям весь потертый. Разработан этот прицел был в 63-м году. А СВД вышло в 61-м. То есть это прицел специально был сделан для СВД. И вот это вот прям тот самый родной прицел. Вот с ним человек ездил в командировке. Он с ним работал по объектам, скажем так. То есть этот прицел на нем, ну как бы, есть с зарубки, скажем так. То есть это прям тот самый вот СВДшный. И вот когда мы поставим этот прицел вот сюда, ни у кого язык, по идее, не должен повернуться назвать этот карабин не СВД. Потому что это 100% она будет. Ну кроме боеприпаса опять же. Ну а теперь давайте вкратце расскажу про прицел ПСО-1. Вот так он выглядит. Сейчас есть его копия ПО-4х24. И у меня есть огромный опыт его использования. Вы об этом знаете. Но давайте все же посмотрим. Вот именно, кстати, прицел 75-го года выпуска. Понимаете? Вот 75-го года. Не знаю, видно, не видно. Вот тут вот год выпуска. 75-го. То есть он в армии пробыл больше, чем я живу в два раза. Понимаете? Вот. Тут есть бленда. Вот. Есть бленда. Вот она штатная. Выдвигается. Все работает. Но судя по тому, что работает плохо, ей пользовались нечасто. Вот. Но она есть, тем не менее. Подсветка. Сетки прицельные. Вот тут флажочек такой. Вкл есть. Вот. Батарейка. Здесь уже стоит адаптер под современную батарейку. Крепление. Барабанщик вертикальных горизонтальных поправок. И есть вот такой вот флажочек. Здесь его переключаешь. И типа видишь инфракрасное излучение. Если где-то там работает снайпер с ночным прибором, именно благодаря вот этой вот штуке, можно увидеть. Его можно увидеть. Ну вот я когда закрываю, просто зеленая такая штука. Но днем ничего не увидишь на самом деле. Днем ничего не увидишь. Вот. По стеклу. Вот. В разы картинка лучше, чем у современного прицела ПО-4х24. Вот эта там резинка тоже, она стоит не для того, чтобы, как сказать, глаз там не ранить, вот эту там луну себе не сделать. А для того, чтобы можно было удобно работать именно в сумерках. Днем снайпера ее снимают и работают вот так. Потому что с ней постоянно будет какая-то там луна, и ты ее не увидишь. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот особенность. То есть вот так надо работать днем с этим прицелом. Здесь шкала дальномерная, равная 1,7, рост там человека до 1 километра. То есть до километра ты где-то идет человек, подмеряешь по шкале и понимаешь, если он стал под цифрой 2, то это 200 метров. Если под цифрой 10, то это, естественно, километр. Кликами барабанщиков можно настроиться до километра, и потом есть еще три риски. Центрально этой риской работаем до километра, вводим оправки. А когда надо уже на 1100, 1200 и 1300, тогда выводим в километр. Вот здесь вот и стреляем уже по второй это 1100, по третьей 1300, вот 1200 и по четвертой уже 1300 метров. Скажем вот так вот. А по горизонту также есть, получается, между одним делением это 10 сантиметров. То есть это по сути один мил. То есть в принципе те, кто работал с сеткой Милдот, либо с современными в милах, да, сетках, как вот у меня, допустим, Вортекс Вайпер, легко разберется и с этим прицелом. То есть как стреляет данный карабин патроном новосибирским с двухэлементным сердечником 9,9 грамм, вы уже видели в прошлом видео. А сейчас я быстренько пристреляю вот этот карабин, вот этот прицел и потом мы соберем две кучи. Одну с наглазником, одну без наглазника. Заодно узнаем, реально ли этот наглазник мешает стрелять днем или же все-таки это все сказки, можно работать и с ним. И сравним, насколько куча будет отличаться от этого же боеприпаса, этой же винтовки. И я вам больше скажу, это один и тот же день. На улице по-прежнему минус 25 и ветер 3,8. Очень холодно, вы видите, наверное, по моему лицу то, что я уже весь закоченел. Но тем не менее, я не знаю, когда у меня будет потом время приехать на полигон и снять для вас это видео, поэтому я должен вот сегодня все это сделать. Здесь 5 на 25, здесь 4 и посмотрим, соберем ли мы такую же кучку или же нет. Вот. Ну что ж, друзья, настраиваемся и включаемся и стреляем. Погнали. Прицел установил, на скорую руку пристрелял, потому что квадронов очень мало и по-прежнему прохладно. Поэтому я тороплюсь, но мой артикуляционный аппарат не даст мне соврать. Реально холодно. Ну что ж, друзья, кто скажет теперь, что это не СВД? Вот чем не СВД, а? Полностью она. Она. Даже тыст, как у первых, у тех самых, которые были первые. Вот. Ну да, у нас патрон не СВДшный. Но у нас сам ствол, сама винтовка, ствол, прицел, все тоже. Да, сошки стоят, но их же можно снять и стрелять с мешка. Это кардинального здесь и ничего нет, только сошки помогают именно мне, как стрелку. Но это не значит, что это что-то другое. Это просто добавление. Так что, ребята, вот это и есть настоящее СВД. Именно с вот этим прицелом. Да и без него это тоже СВД. Но это именно для тех, кто говорит то, что вот у тебя все там, это уже не СВД, у тебя только ствол остался. Вот. Еще были мне предложения взять Тигра в 308 и его тоже выдавать за СВД. Но как это может быть СВД, если СВД нормально не было в 308? На что был аргумент? Ну, Рему же 700 и есть разные. Ну, так они и есть в природе. Ну, а эти, это-то только в одном калибре. Вот в чем весь прикол. Ну, вот так вот, друзья. В итоге, в итоге так вот. Давайте стрелять. В итоге там моя мишень импровизированная, кругляшки по полминуты. Вот. Для прицела с большой дократностью я центр вставляю пустым. Тут же я закрасил. Закрасил для того, чтобы четырехкратный прицел было лучше видно. Хотя, в принципе, можно было и по маленьким темам стрелять. Но, когда они закрашены внутри, так все же удобнее. Ну, давайте. Сначала я вверх стрельну три раза. По верхнему. Вот. Потом поставлю вот эту вот резинку. И по нижнему стрельну три раза. И мы поймем. И поймем мы две вещи. Резинка реально ухудшает кучность или же можно с ней стрелять. И второе. Насколько стандартный четырехкратный прицел хуже или лучше, или такой же, чем современный дорогой. Ну, относительно, опять же, дорогой. Ну, погнали. Маленький нюанс. Я не знаю, куда пули. Выше. Ну, что-то, право-неправо. Так, давайте предохранитель. Ставим вот эту вот резиночку. Резинку одел. Ее, конечно, люди называют не резинкой, а средством контрацепции. Но я не хочу выражаться в кадре. Я думаю, все так знают, как ее называют. Ну, давайте продолжим. Теперь в нижнюю. Ставим, скажу, неприятно, что около лица что-то там моргает. Ну, не знаю, как по куче, но, по-моему, СТП где-то в стороне. Но лучший способ узнать, это сходить и посмотреть. Пойдем глянем, друзья. Странные, друзья, вещи в этот мороз творятся. Половина на батарейке еще показывает камера, что есть пол батарейки. Включаешь, она отключается. Пришлось идти за пауэрбанком. Ну, так вот. Вот тут мы стреляли без резинки, без наглазника. СТП, в принципе, четко, ну, как бы маленько выше, но по центру. Когда мы стали стрелять с наглазником, СТП у нас ушло вправо. Это говорит о том, что все-таки какая-то у нас луна появилась, и СТП здесь вот. Но кучка получилась почему-то лучше. Две прям по центрам миллиметров 8, наверное. Ну, по дальним, вот, это получается 54, но 2 минуты. То есть, вот по центрам вот этих вот, по краю, даже от центра этой до края вот этой вот, 54, но тут 6. Ну, 6 сантиметров есть, то есть, 2 минуты. Ну, а тут получается у нас 1, 2, а тут у нас 3 минуты с копейкой. То есть, в принципе, почему-то с наглазником получилось лучше. Но, друзья, суть не в этом. Суть в том, что вот она мишень, как мы отстрелялись в прошлом видео, оставлю ссылку. Да, кто-то сейчас из вас уже пишет, что я криворукий, стрелять там не умею, да. Друзья, для вас я оставлю ссылку внизу в описании на видео с прошлой недели, где мы стреляли, подбирали боеприпас. Боеприпас, и этот боеприпас новосибирский FMG B-Metal 9,9 с двухэлементным сердечником. Вот такие у нас были кучи. Первая вот тут вообще, наверное, 0,7-0,8, вторая там 2 минуты. Тут у нас полторы минуты, чуть-чуть меньше, ну, чуть больше одной минуты. То есть, в принципе, самая плохая была вот такая. А здесь у нас лучше получилась вот такая. Понимаете, в чем дело? Один и тот же день, один и тот же стрелок, все, все то же самое, только поменял. Поменял прицел. То есть, прицел как бы все хорошее, он удобный, она с ним компактная, элегантная. Но высокоточку выжимать максимум из оружия ты не будешь. Ну, в общем, уже пошли итоги. Пошли. Ну, в общем, друзья, давайте подведем итоги у мишени. Ой, замерз уже, заговариваюсь. Пойдемте подведем итоги уже на стрелковой позиции у винтовки. Принято считать, что снайпер считается снайпером. Если он может попасть в гильзу своей винтовки на 100 метрах. Вот мы сейчас там закрепили гильзу. У нас осталось пять последних патронов, которыми мы, ну, вроде бы, как бы знаем, как винтовка стреляет. И давайте попробуем поразить. Конечно, наверное, все-таки снайпер должен поразить эту мишень с первого выстрела. Но мы гражданские ребята, поэтому давайте будем пробовать. Вот, наглазник все-таки я сниму, потому что без него ближе к центру. Но я без него пристреливал, хоть и другим патронам, но все равно. Что-то примерно должно быть. Ну, давайте пробовать. Кстати, для сводки Драгунов целый год разрабатывал этот магазин для СВД. Проблема к этому была именно гильза с закрайной. Ох, он намучился с ней. Ну, представьте, год чисто вот эту коробочку разрабатывать. Ну, давайте. Надеюсь, что все-таки с первого раза я поразю. Поразу. Стоит. 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 Улетело, друзья. Улетело. Улетело. Хо-хоу. Попал. Я попал в гильзу с СВД. Я снайпер. Я снайпер. Ха-ха-ха. И один патрон остался. С четырех попал. Я снайпер. Пойдем смотреть. Пойдем поищем, где эта гильза. Ну, та камера должна была снять, как там произошло. Вижу, что маленько выше и маленько правее. Ну, я уже вижу, собственно, гильзу. Вот она. Вот она. И вот так вот сейчас я уберу все. Вот так вот. Видите, как прошла пуля. Прям вот по верху. Так вот. Круто. С СВД в гильзу. Вот. Давайте посмотрим на мишень теперь. На мишень. Ну, вот понятно, это попал. Эта куча у нас была. И тут я не помню. Что-то сюда. Что-то сюда. Как-то. Ну, как-то что-то я плохо, похоже, пострелял. Но сам факт, что с четвертого раза я попал. Круто. Это достойно лайка. Да, друзья, я мог смонтировать, ставить один выстрел и все четко. Ну, это не так. Я попал с четвертого раза. И мне нечего стесняться. Ну, что ж. Идем итоги подводить. Я считаю, что постреляли неплохо. Прострелили гильзу. То есть, все хорошо. Теперь это настоящая снайперская винтовка. Теперь вообще вопросов быть не может. Эта винтовка попадает со штатным прицелом в гильзу. Понимаете? Это уже говорит о том, что это все-таки снайперская винтовка. Ну, а теперь, да, друзья, шутки в сторону. Давайте подведем итоги. Смотрите. Этот прицел, он прикольный. У меня с ним огромный опыт работы. Я с ним охотился и на Сурков, и Тетерева стрелял. Вот. И по Копытным неплохо работали. То есть, это прицел такой, знаете, поставил... Ну, я сейчас говорю про это, да, по СО-1. Но, по сути, имею в виду про прицел ПО-4х24. Потому что они, в принципе, одинаковые. Ну, за счет того, что у этого картинка лучше. Он, ну, он, в принципе, лучше. Но вы, скорее всего, сможете в магазине мне купить ПО-4х24. В принципе, они одинаковые. За счет того, что я уже говорю, у этого лучше картинка. Тот тоже неплохой. Вот. Ну, в принципе, если купить и тот, и этот, и поэтому я буду говорить про два прицела в одном лице, скажем так. Вот. Для охоты этот прицел очень хороший. Он легкий, он компактный. То есть, он надежный, прям как автомат. Как сама СВД, скажем так. Но его ни пробить, ни сломать, ни сбить, ни стрясти. Ну, нереально. Он не боится ни дождя, ни снега, ни мороза. Ему все равно. А, к примеру, да, сейчас вот минус 25. Ну, может быть, уже даже, кстати, теплее. Прям я чувствую, как стало теплее. Ветер стих. Ветер прям сильно плюс мне сделал. Ну, даже же, допустим, что градусов 20. У него клики по-прежнему четкие. Четкие, мягкие, плавные, да. На вортексе же, в этот же мороз, он прям застывает. Он прям с трудом прокручивается. А в плюсовую, да, температуру, там прям обалденные клики. Но на морозе у этого клики лучше, скажем так. Ну, я уверен, что этот будет надежнее, в любом случае. Что касаемо охоты, мы выяснили, то, что этот прицел лучше. И мне, кстати, я планирую с этой винтовкой охотиться. Почему не карабин? Да потому что СВД, винтовка драгунгл, понимаете. Поэтому винтовка. Я планирую с этой винтовкой охотиться. Соответственно, со своим вортексом я не смогу с таким здоровенным ходить на охоту. Все-таки этот и кронштейн, да, надежнее. Сам прицел, ну, мне кажется, что понадежнее будет. Он меньше, его не так жалко. Он дешевле в разы, понимаете. Вот, для охоты однозначно надо брать такой, да, прицел. Либо какой-нибудь другой рассмотреть. Но с тем точно у меня не получится охотиться. У меня получится выехать на сурка где-нибудь, где я вышел там с машины, прошел максимум 2 километра, да, залег в кустах и охочусь. А, так сказать же, по тайге его не получится, тот прицел. Это прям тяжело будет. Ну, естественно, на охоту именно в тайгу сошки я тоже сниму. То есть это однозначно. Но стрелять по мишеням с прицелом с большой кратностью лучше. Вот даже сейчас я стрелял по гильзе. Я не знал, куда у меня улетают пули. Они просто туда куда-то улетают. Их не всегда видно. Потому что если белый абсолютно листый, и одна прилетает пуля, ее видно. Когда там уже какие-то отметины есть, заметить новую отметину, ну, нереально. Там, понимаете, все сливается, все рябит и непонятно. Вот. Ну, естественно, для постелушек прицел с большей кратностью лучше. Для того, чтобы раскрыть потенциал оружия, естественно, только прицел с высокой кратностью. И кто бы сейчас мне не говорил, что если я поставлю на эту винтовку тот прицел, это уже не будет СВД. Это будет также СВД. Но, ребят, 21 век. Если мы хотим выжать что-то большее из оружия, надо применять уже современные, скажем так, технологии. Со старыми технологиями, ну, берем этот прицел, мы видели, что он может, что может эта винтовка. И также мы сравнили, что может эта винтовка с новым прицелом. В два раза лучше стреляет. То есть, если с новым в две минуты это уже считается плохо, а с этим в две минуты это считается уже хорошо. Ну, тем не менее, друзья, это легенда, это история нашей страны. Это все круто, мне это нравится прицел. Я не говорю, что он плохой. Просто он уже из прошлого века. Но для охоты, возможно, я куплю себе именно ПСО-4 на 24. Ну, не ПСО, а ПО. Или поищу где-нибудь на Авито ПСО-1. Не знаю. Ну, крутой прицел. Я бы себе такой прям бы даже хотел. Если кто-то из вас имеет, да, такой, и он валяется у вас без дела, с удовольствием у вас его приобрету за разумные деньги. Поэтому пишите в комментариях, если у вас есть такой, и вы не пользуетесь, я у вас его прям заберу. Сто процентов. Ну, что ж, друзья, на этом, я думаю, стоит закончить это видео. Теперь мы знаем, как стреляет снайперская винтовка с родным прицелом. Сравнили с резинкой и без резинки. Теперь мы знаем чуть-чуть больше. А я, друзья, надеюсь, что вам было интересно и полезно. И я не зря проморозился. Вот опять ветер падал. Прямо аж в сторону сжигает. Если было интересно и полезно, или же просто за мое упорство, поставьте лайк под этим видео, напишите в комментариях. Лицо затемненное, но я ничего с этим тоже не могу сделать. Ну, все, друзья, я наконец-таки домой. Увидимся через неделю. Всем огромной удачи. Пока. А, да, кстати, не забудьте подписаться, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну, и также лайк и коммент. Ну, все, пока. Пока.